приветствую вас на моем канале в этом видео я решила поделиться с вами о том как я веду учет пряжи из которой я уже связала какие-либо изделия надеюсь такой полезный совет придется вам по душе и вы тоже им воспользуйтесь у меня есть вот такая вот папка с файлами в каждом файле два листа бумаги когда я связала какой-то проект то этикетку я не выбрасываю а прикрепляю степлером к этим листам ну вот на примере вы видите у меня все этикеточки прикреплены если это пряжа без этикетки например бобинная то я делаю таким образом вот немножко дальше у меня есть бобинная пряжа я пишу наименование пряжи далее я пишу состав обязательно метраж указываю цену и магазин в котором я покупала сбоку я прикрепляю кусочек ниточки и получается у меня вся информация о пряжи описано вот на листе которому я прикрепляю пряжу там где есть этикетки я тоже под ними прописываю например там где купила за сколько купила и прописываю иногда состав почему потому что иногда бывают этикетки как в данном случае когда состав и вся информация описано сзади этикетки ну так как я не уже прикрепила степлером то это не очень удобно вытягивать постоянно и смотреть поэтому я прописываю ну чуть ниже под этикеткой иногда я даже могу написать плотность моего вязания сейчас покажу как вот например плотность 19 на 28 спицы номер 4 но я всегда обычно вижу образцы и тоже сохраняю отдельно в коробочке покажу сейчас вам вот например у меня коробка где хранятся образцы их достаточно тут много но сюда еще поместится если надо будет я заведу еще одну коробочку это тоже очень удобно то есть плотность я могу просматривать образцам здесь я посмотрела например состав а здесь я в коробочке нашла себе образец из этой пряжи посмотрела плотность так вот такая вот у меня есть коробка с образцами пряжу которую мне есть наличие я в эту папку не записываю у меня она хранится отдельно и каждое каждому виду пряжи у меня например там или вложен листочек с описанием чтобы не забыть или например магазин пряжи изначально вкладывает чек где-то уже указано описание этой пряжи характеристики но если это моточная пряжа то понятное дело что на мотке вся эта информация после использования эту этикетку просто прикрепляю сюда к себе журнал мне вот например недавно прислал магазин пряжи маленькую бобинку она у меня хранится в пакете и магазин пряжи сразу прикрепил вот такую вот этикеточку составом с метражом с ценой и какое количество грамм я купила то есть до тех пор пока я не свяжусь с нее что-либо в этот журнал я записывать не буду но вы можете делать иначе вы можете записывать например не вывязанную пряжу а пряжу которую покупаете это тоже будет очень удобно немножко позже расскажу чем удобно когда-то я планировала сделать вроде блокнота в ноутбуке например формате excel где будет фотография пряжи и все ее характеристики ну так я к этому и не пришла потому что мне очень удобно именно так как делаю я я могу в любой момент взять образец если он у меня есть и потрогать тактильные ощущения очень важны или же я могу потрогать вытянув листок с файлика и потрогать на ощупь какая-то пряжа этим удобно потому что иногда у тебя нет наличие этой пряжи но ты помнишь что ты с нее что-то вязала очень хорошая тебе нравилось и для того чтобы вспомнить характеристики ты можешь прочитать в своем журнале всю информацию о пряже и вместе с тем ее потрогать а если вы будете вести такой журнал всей своей пряжи а не только как я вывязанной то можете легко определиться с какой именно пряжи вы хотели бы сейчас повязать достаточно будет достать папку полистать ее потрогать и определиться и не надо вам будет искать в кладовке в шкафах у вязальщиц обычно всегда много пряжи и мы иногда даже забываем какая у нас есть поэтому помощник в данном случае вам всегда будет под рукой и вы всегда можете пересмотреть наличие вашей пряжи но вместо много такая папка не занимает но помещается достаточно много наименований пряжи в моем случае здесь уже около 100 наименований повторяющихся нет и это только половина папки поэтому я так думаю это очень удобно завести такой блокнот и прикреплять пряжу так что если вам понравилась моя идея и небольшая хитрость как видит всю пряжу не доставая ее из шкафов то присоединяйтесь и используйте мой способ если вам понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и жмите колокольчик жду вас на моем канале ровных вам петелек и до новых встреч